Новостные сайты нас радуют, что очередной слуга народа, новый глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, обнародовал декларацию за 2019 год. Ему где-то 49 лет, вроде холост он, и у них декларации все не как у людей. Ну тут что, квартира есть, автомобиль, все, и смотришь, оформлен кредит в Альфа-банке на 1 миллион 262 тысячи гривен. Но в то же время занял другим лицам 1 миллион 380 тысяч гривен, а ему еще должно Гарнет, вот это Интернешнл, 3 миллиона 300 тысяч и еще 5 миллионов гривен. Ну то есть непонятно у них, тут он берет кредит, а тут ему кучу денег должны. Ну тут много этих всяких ценных бумаг, в 9 компаниях, смотрите, конечный бетинфициар, еще там международные ассоциации, вот это вот. Ну столько тут всего, что смотришь, тут надо, как пишут в комментариях, ему заниматься, чтобы вот это все упорядочить. Надо кучу времени положить на эти все свои дела, а не государственными делами заниматься. Я не знаю, может ли у ваших слуг, которых вы наняли на работу, ну работников нанятых, столько быть дел, столько кредитов, столько фирм. Ну а саму декларацию открыть, вот это что они хвалятся, его декларация. Вот она как выглядит, тут все расписано, модели, зарплаты, где он директорствовал. И как теперь, где ему было выгодней, потому что у нас не становятся все государственными деятелями. Что-то посмотреть всю историю Украины, им оказывается родственники и личное обогащение важнее, чем стать государственным деятелем. И вот это столько фирм, смотрите, тут бесконечно листать, листать, подарунки, доходы, заработная плата, гонорары, доход, доход. Тут грошевые, денежные активы, готивка, наличные кошты. Ну тут они тоже наличные, что это на случай обыска декларировать, чтобы если что объяснить, сколько тут гривен. Гативковые кошты, 374 тысячи, 347 тысяч долларов наличкой. Американцы бы, конечно, наверное, в шоке были бы и англичане от такой налички. 60 тысяч евро, а гривневые, что налички нету, не декларируют гривневую наличку. Вон банки, где открыты счета. Ну вот, работа еще по совместительству субъекта декларирования директора. Оплачивано, не оплачивано. Как он все может успеть, чтобы и вам служить. Еще и члены наглядовые рады. Это там, где в государственных корпорациях, наверное, хорошо получают. Да, Укроборонпром. Ну, отлично. Членство субъекта в организациях и их органах. Украинская киноакадемия. Наша гордость, вторая организация. Третья, Витчуй. Что Витчуй? Или где Витчуй? Почувствуй. Что почувствовать? Какие-то, ну, организации с названием двояким. Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии. Союз потребителей медицинских услуг, медицинских ликорских засобов, то изделий медицинского предназначения. Громадская организация. Странное название. Международная ассоциация украинская и гробинская в сфере иноземного инвестирования. Ну, грузины Херсонский морпорт взяли в концессию, на шару тут. Уже хорошо работают все. Национальная ассоциация адвокатов Украины. Еще в таких организациях. Еще, смотрите. Наша гордость и международная. Ну, одним словом, смотришь и диву даешься. Сколько надо времени, чтобы этим всем заниматься. И вам служить. Где наш розум вообще? Что ум так вот сделали за 30 лет. Такое, если бы сказать 30 лет назад, что такое в стране будет. И такие руководители. Вы бы в шоке были и не поверили. Что на западе такого нет.